Девушки отдыхают Чтобы добыть любой металл, а также строительные материалы, везде производятся взрывные работы. На нашем руднике для производства взрывных работ мы используем две системы взрывания. Это неэлектронная система XL и новую систему – электронная система взрывания Icon. Мы бурим скважину, после них взрывники приходят и заряжают скважину, а после чего взрываем эти скважины. У нас буроустанков 10 буроустанков, из них 6 новейшие, новые, вот эти которые, и 4 старых, вот эти. Вот эти маленькие станки, они где-то 80% гидравлические системы у них идут. А у этих больших 80% наоборот электрические. Они мощнее. Скважины, вот эти большие станки до 14 метров бурят, а маленькие до 10 метров бурят. Зависит от породы. Именно вот на этом месте минут 7-8. Вот так. Тут мягкая порода. А есть места, где бурится аж попокса. Сутки всеми станками борется где-то от 500 до 900 скважин. Иной раз бывает больше тысячи. Ну вот эти новые станки 3 миллиона долларов стоят. Новые. Каждый. А старые 2 миллиона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сперва вот пентажированные шашки делаем, заготавливаем, потом отпускаем в эту стважину, потом заряжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За сутками уходят по 100 тонн, селитры уходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заряженные скважины делаем в забойку для хорошего дробления зурной массы. Для того, чтобы газы не вылетели насквозь, а сработали на породу, делается забойка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешается провести взрывы на радио? Конечно, возьмите. Убор. После взрыва взрывники проверяют место взрыва на наличие отказов. То есть отказы – это не взорвавшиеся заряды. После полного проветривания на данный участок вводятся техники, люди. То есть начинается горная работа. В данный момент электронная система Айкон является самой безопасной, потому что каждый детонатор программируется, и каждый детонатор имеет свой идентификационный номер. Без программирования через компьютер она не может самовольно взрываться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин